Цель проекта – воспитание молодежи как патриотов, сохранение исторической памяти, традиционных белорусских ценностей. В данном патриотическом центре есть высокая потребность. Соответственно, было выступление, как вы уже знаете об этом, нашей молодежи на послание с предложением, чтобы продолжить развитие данного патриотического центра и сделать его республиканским молодежным патриотическим центром. Соответственно, с Министерством обороны, Министерством образования Республики Беларусь, совместно с областным исполнительным комитетом, рядом других структурных подразделений, была начата такая достаточно точечная и уже кропотливая работа. Планируется, что обучение в центре одновременно будут проходить порядка 200 ребят, а в летний период и 300. С установкой на территории палаточного городка. Возрастная группа от 12 до 16 лет. Ребята будут обучаться по трем направлениям – гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и физическое подготовление. Заступать на вахту поста памяти. У них будет и своя специализированная форма со знаками отличия. Первый этап реализации – подготовка проекта. Далее – работы по реконструкции и строительству. Комплексное восстановление объектов, расположенных на Кобринском укреплении. Генеральным подрядчиком проекта выступает Брежилстрой. Стадия строительства подразумевает реконструкцию, повторюсь, казарменного помещения, раз, и спортивного ядра. Если посмотреть его по проекту и посмотреть уже такой эскизного достаточно проекта, то мы видим вот само расположение. Что подразумевает казарменное помещение – это приведение в порядок всех помещений для спальни, санитарных зон, затем спортивное ядро, которое подразумевает у себя так же, как футбольное поле, теннисные корты, различного скейта определенного, борды и всего остального, и максимальное приближение в том числе к определенных таких игр, как зорницы. Сейчас на базе Кобринского укрепления уже действует областной молодежно-патриотический центр. Наш центр, который функционирует с 2018 года, и вот эти перспективы, о котором сейчас говорил Вадим Васильевич, ну это такое, считаю, очень знаковое событие для всех. Потому что здесь, да, находился 125-й стрелковый полк Красной армии, и здесь проходили сражения, героическая оборона в этой части шла. Ежегодное обучение здесь проходит порядка двух тысяч ребят. Действует объединение по интересам. Надо, наверное, беззаветно чтить память предков и доносить до детей ту историческую правду и память о том, что происходило здесь, на этой территории. И то, как построена и формируется работа с учащимися в объединениях по интересам, ну как бы так, является тем толчком, который дает детям тот, наверное, заряд на то, чтобы действительно пройти этот путь, пройти подготовку у нас здесь на базе нашего центра и действительно посвятить себя службе в вооруженных силах Республики Беларусь или поступить в ВУЗ военного профиля, ну и в Военную Академию Республики Беларусь. Один из источников финансирования для строительства нового центра – средство республиканского субботника, которое состоится 22 апреля. Здесь также пройдут работы, будет расчищена площадка, убрана лишняя растительность. Также в качестве источников финансирования – бюджетные и спонсорские средства и благотворительный счет. К слову, на него уже поступили первые пожертвования в размере 285 рублей.